В эфире областного канала Губерния 33, программа «Здоровье». О наболевшем в обзоре новостей региональной медицины расскажу вам я, Анну Стинова. Здравствуйте. Европейская неделя иммунизации стартовала во Владимире и продлится до 30 апреля. В этом году девиз мероприятия «Вакцины приносит результат». А смысл недели в том, чтобы донести до граждан информацию о пользе и необходимости прививок. Жителям России в рамках национального календаря прививок доступна обязательная вакцинация против 12 заболеваний. Это вирусный гепатит B, дифтерия, краснуха, коклюш, корь, грипп, туберкулез, полимелит, столбняк, эпидемический паротит, гемофильная и пневмококковая инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения, массовое проведение прививок позволяет в мире ежегодно предотвратить до 180 миллионов случаев тяжелых инфекционных заболеваний, 3 миллиона из которых могли бы закончиться смертью. В настоящее время в большинстве стран, в том числе и в России, прививки позволили ликвидировать натуральную оспу, практически искоренить полиомиелит и дифтерию, снизить в десятки и сотни раз заболеваемость корью, столбняком, коклюшем, эпидемическим паротитом и краснухой. Вакцинироваться от пневмокока жизненно необходимо, особенно у детей раннего возраста. Это очень хорошая защита, очень хорошая эффективность не только от пневмонии, у всех ассоциаций пневмококк и пневмония. Дело в том, что пневмококк и пневмония вызывают не только заболевания, всем известные как пневмония, но и очень-очень много проблем. Это и отиты, и синуситы, и частую заболеваемость у детей. Очень много проблем, вплоть до развития менингита. Войну фастфуду и газировки во имя стройной фигуры объявили депутаты областного ЗАГС Собрания. Зам. председателя парламента Ольга Хохлова даже заявила о необходимости принятия областной программы, направленной на борьбу с ожирением. Предложение было озвучено в ходе первого Владимирского форума «Здоровое питание. Основа долголетия и процветания России», который прошел 20-21 апреля. К сожалению, вот эти последние годы и привычки к фастфудам, газированным напиткам, вот это яркое, все вроде бы вкусное, оно наносит очень большой вред здоровью. Плюс еще рекламы, которые постоянно на телевидении рекламируют ту или иную продукцию и воздействуют на психическое настроение детей наших. Им хочется этого, хочется фастфудов, жвачек, что-то еще. А наша задача прививать все-таки здоровое питание, то, которое дает калории, то, которое не вредит здоровью человека. Им прививать еще и движение. Как отметили эксперты форума, Владимирская область пока не является лидером среди так называемых толстых регионов. Этот рейтинг возглавляют Калужская, Московская и Нижегородская области. Однако в целом по стране от 26 до 57 процентов людей страдают ожирением. И вот несколько правил здорового питания. Первое. Это многоразовое питание. Хотя бы пять раз в день. Включая основные приемы пищи. Завтрак, обед и ужин. Второе правило. Достаточная белковая квота должна быть в пище. А что такое белок? Это мясо, рыба, белок яйца и творог. Третье. Достаточное количество овощей и фруктов в рационе. На сегодняшний день это 400 грамм овощей и 400 грамм фруктов в день. Четвертое правило. Я бы назвала правильный ужин. Он должен быть за 4 часа до сна. И пятое правило. Оставляю его на расширение физической активности. 11 апреля Владимирскую область посетил главный неанатолог ЦФО, заместитель директора научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Дегтярев. Профессор встретился с руководством департамента здравоохранения и посетил отделение патологии новорожденных и недоношенных детей областного перинатального центра и областной детской клинической больницы. По итогам встречи достигнута договоренность о проведении стажировок для владимирских специалистов. Кроме того, эксперт даст оценку действиям коллег, принявших решение об ампутации части руки новорожденной девочки в 2015 году. Напомню, у недоношенного младенца возник тромбоз, в результате которого для спасения жизни ребенка врачи приняли это непростое решение. Подробности в нашем материале. В каком состоянии технология выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела во Владимирской области? Достаточно ли современного оборудования и квалифицированных специалистов в региональном перинатальном центре? И что надо сделать, чтобы улучшить ситуацию? Свои рекомендации Департаменту здравоохранения даст главный неанатолог ЦФО, заместитель директора научного центра акушерства и гинекологии имени Кулакова Дмитрий Дегтярев. Он посетил областную детскую больницу и перинатальный центр. К сожалению, все перинатальные центры, которые создавались 10-15 лет назад, им трудно соответствовать современным стандартам, потому что стандарты меняются каждые 5 лет. Да, есть этот факт. И более того, Департамент здравоохранения Владимирской области меня и пригласил с той точки зрения, чтобы я свежим взглядом оценил ситуацию и подсказал, каким путем вот это несоответствие лучше преодолеть. По мнению Дмитрия Дегтярева, реанимация для новорожденных во Владимире оснащена неплохо. Установлены специальные кювезы и аппараты искусственной вентиляции легких. Но нет современной рентген-техники, не хватает врачей и медсестер. В Владимирской области на сегодня просто не хватает ноонатологов и детских медицинских сестер, которые обычно работают с новорожденным детям. Это специалисты. Их готовят специальным образом. Мое впечатление по тем людям, которых я видел, их должно быть в полтора раза больше. Главный неонатолог ЦФО приглашен во Владимир также в качестве эксперта по делу об ампутации руки новорожденной девочки в 2015 году. Напомним, ребенок родился с весом 650 граммов. В ходе длительного лечения у малышки возник тромбоз. Чтобы спасти ей жизнь, врачам пришлось ампутировать часть кисти. В настоящее время по этому факту следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Свою проверку проводит и облздрав. Я об этом случае знаю из разных источников. И есть разные точки зрения на то, что произошло. Я знаю, что мне передадут копию истории. И я дам официальное заключение. Но вот по аналогии с другими случаями, к сожалению, в 9 из 10 случаях эти осложнения были непредотвратимы. Несмотря на их ужасность по последствиям для ребенка. Дмитрий Дегтярев сообщил, что после изучения представленных данных экспертное заключение будет направлено в региональный департамент и Министерство здравоохранения. 20 апреля Национальный день донора на областной станции переливания крови отметили в рабочем режиме. Ведь статус донора, точнее призвание, не имеет выходных. И помощь может потребоваться в любую минуту. По заверениям работников станции, в целом в регионе нет недостатка донорской крови. Однако на сайте медучреждения указано, что запасы крови третьей положительной группы достигли критического минимума. И донорам необходимо срочно прийти и сдать кровь. Кроме того, на данный момент недостаточно крови обоих резус-факторов четвертой группы. Начинать сдавать кровь можно с 18 лет. Донор должен иметь российский паспорт и весить не менее 50 килограммов. После каждой кровосдачи доноры получают денежную компенсацию и право на отгул с сохраненной заработной платой. А недавно на станции переливания крови освоили технологию долгосрочного консервирования тромбоцитов. В день донора на областной станции переливания крови идет обычный рабочий процесс. Сюда ежедневно приходят сдавать кровь от 50 до 70 человек. За год удается собрать порядка 14 тонн крови. Лечебные учреждения не испытывают недостатков в компонентах крови. Единственное, что, ну, конечно, всегда бывают форс-мажорные ситуации, когда надо сразу вот всем какую-то одну группу крови, такое бывает. Мы тогда доноров активно вызываем, обзваниваем, смс-ки рассылаем. Жанна Филина пока что непочетный донор, но кровь сдает регулярно. Женщина уверена, это ее миссия перед человечеством. Это прежде всего спасение чьей-то жизни. Это очень важно. Я считаю, что каждый человек должен чем-то делиться обязательно. Если у тебя нет денег, чтобы помочь деньгами нуждающимся, ты даешь то, что есть у тебя. Областная станция переливания крови идет в ногу со временем. Недавно здесь освоили технологию долгосрочного консервирования тромбоцитов. Раньше красные пластины крови можно было использовать в течение пяти дней. У них слишком короткий срок годности. Теперь больше полугода. Была разработана такая технология по заморозке этих тромбоцитов при сверхнизких температурах. Порядка минус 80 градусов. Это очень низкий уровень охлаждения. Первую партию замороженных тромбоцитов уже поставили в детскую больницу Владимира. Во Владимире стартовала ежегодная массовая акция «Игрушка в коробку смелости». Волонтеры собирают игрушки, за исключением мягких, констовары и предметы гигиены для маленьких онкобольных из отделения педиатрии областной детской клинической больницы. Адреса пунктов сбора подарков вы видите на экранах. Акция продлится до 30 апреля, после чего игрушки найдут адресатов. И еще одному маленькому герою нужна ваша помощь. Духлетний Арсений Барданов не может говорить и полностью понимать речь. У мальчика органическое поражение центральной нервной системы и атактический синдром, легкая форма ДЦП. 31 мая Владимирский фонд «Новая жизнь» организует в поддержку ребенка благотворительный концерт известного цыганского трио из Петербурга «Лойка». Концерт состоится в ДК молодежи и все средства от продажи билетов будут причислены на лечение мальчика. Организована бесплатная доставка билетов по Владимиру. Это все новости на сегодня. Ваши отзывы о региональной системе здравоохранения присылайте на электронный адрес, который сейчас видите на экране. Ответственные чиновники обязательно будут в курсе. До встречи на канале «Губерния 33». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова